В основу нашей сегодняшней проповеди прочтем шестой, седьмой и восьмой стихи пятой главы первого послания Фессалоникийцам. Гласят они так. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». В нашем тексте упоминается о броне и о шлеме, а это говорит нам о борьбе и о войне. Братья и сестры, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения. Павел этим напоминает нам, что каждое чадо Божие является воином и поэтому должно облечься во все оружие Божье. В контексте нашего текста апостол Павел говорит о втором пришествии Иисуса Христа, напоминая нам, что дьявол в особой мере в эти последние дни будет обольщать людей. Он через своих лжехристов и лжепророков будет прельщать, если возможно, и избранных, как говорит Христос. Обратите внимание, как апостол Павел пишет в начале этой главы, что в последние времена будут говорить о мире и о безопасности. Кто это будет говорить? Это пропагандисты дьявола. Он через своих агентов будет внушать эту ложь людям. И какая же цель у него? Убаюкать людей, чтобы они заснули и не думали о состоянии своих бессмертных душ. Мы же, говорит апостол Петр, будучи сынами дня, да трезвимся, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Не будем спать, как ученики, когда в Гефсиманском саду Христос им сказал молитесь, чтобы не впасть в искушение. Не будем спать, как Самсон, который во время сна своего потерял дарованные ему Богом силу, свободу, глаза и, наконец, саму жизнь. Дорогие мои, не будем спать, как те десять дев в Христовой притче, пять из которых оказались неготовыми к встрече жениха. Что, если Господь сегодня пришел? Готов ли ты, мой дорогой друг, Его встретить? Припоясаны ли чресла твои? Горит ли твой светильник? Имеешь ли ты масло в сосуде? Не будем спать, дорогие мои, как Иона, который заснул глубоким сном в трюме корабля, в то время, когда корабль был в опасности разбиться от свирепеющей бури. Не будем спать, как тот юноша, который упал с третьего этажа во время проповеди Павла. Правда, в данном случае, по молитве Павла, жизнь юноши была восстановлена. Но сколько уснули мертвым сном во время проповеди слова! Они настолько ожесточили сердца свои постоянным слышанием, что уже не способны реагировать на слышанное. Возлюбленные, не забудем, что мы воины Христовы! И вот, дорогие мои, первое, что необходимо для каждого воина, это знать, с кем он ведет борьбу. Он должен знать своего врага. Да, мы должны руководиться только фактами и правдой о нашем противнике. Обманывать себя ложной информацией о нашем враге может произвести временный аффект. Но в конечном итоге последствия окажутся фатальными. Мы должны знать всю правду, кто и кем является наш неприятель. Это первый этап к победе. Чтобы иметь победу в нашей духовной жизни, нам необходимо это знание. И где же мы его найдем? Есть ли верный источник такого знания о нашем противнике? Посмотрите, до какой степени воюющие между собой и страны готовы пойти, чтобы добиться информации о намерении, стратегии, силы и способностей своего противника. И бывает, думая, что они ее достигли, оказывается, что противник ловко подсунул ложную информацию. Но, дорогие мои, у нас есть полный, точный и правдивый источник фактов о нашем неприятеле. Вот почему враг его так ненавидит. Что бы он ни дал, чтобы его уничтожить, этот источник. Почему сатана так боится Библию? Почему он не хочет, чтобы люди ее читали? А очень просто. Библия, как никакая другая книга, полностью его разоблачает. О, как он страшится этого меча, Слово Божие! Вы заметили, что все вооружение христианина в 6 главе послания эфизианам оборонительного характера, за исключением одного – меча. Это единственное наступательное оружие – меч Слова Божия. Этим мечом Христос поразил дьявола в пустыне. К каждому искушении дьявола Христос нанес фатальный удар этим мечом. Так написано, так написано, так написано. И дьявол должен был его оставить. Слово Божие говорит, противостаньте дьяволу и убежит от вас, как твердую верою Слово Божие. Этого оружия он боится больше всего. Что же говорит Слово Божие о дьяволе? Первое, что мы должны знать, о чем говорит Библия, это то, что на Голгофском кресте была одержана полная, совершенная и окончательная победа над ним. В Послании к евреям, глава 2, в 14 стихе мы читаем, «А как дети причастны плоти и крови, то Он так же воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти». То есть дьявола. Кто это Он, который воспринял плоть и кровь? Это никто иной, как сам Иисус Христос. Он воплотился, то есть Он принял плоть и кровь, очеловечился и смертью Своею лишил силы. То есть нейтрализировал, привел к ничему того, который имел державу смерти, то есть дьявола. Значит, дьявол был поражен Христом на Голгофском кресте. Это знание, что враг наш лишен силы смертью Христа и есть первый и основной элемент жизни победы верующего.